Привет, друзья! Сегодня хочу начать новую рубрику. Сейчас очень сложная у нас экономическая обстановочка началась. Вроде как пока все неплохо у нас с продуктами, но обещают разное. В общем, давайте будем теперь каждую неделю. Буду каждую неделю стараться проверять какой-нибудь один магазин. Я буду смотреть стоимость обычных продуктов, те, которые покупают люди каждую неделю. Это будут фрукты, овощи, мясо и крупы. Сегодня мы начнем первый магазин. Сегодня в магазине Самбери. Это Самбери в торговом центре Максимол. Итак, первая точка. Начнем огурцы. Обязательно не нужно всем есть. Я вот такие предпочитаю новый день. Стоят они 299 за килограмм. Мне кажется, самые неплохие. Но есть еще другие. Есть вот еще из КНР, но они немного подешевле, но они не очень, мне кажется, по вкусу. Так что будем считать те огурцы 300 рублей килограмм. Вот помидоры. Это, получается, все из КНР. Вообще, новый день. И помидоры делают очень вкусные, но почему-то их продают очень мало где. И вот здесь раньше продавали, но сейчас не осталось. В общем, ну, примерно такие цены. Давайте посмотрим, какие помидорки. В принципе, вот эти хорошие, но, скорее всего, они будут не очень вкусные. Ну, так, и вот такие еще цены. Это все тоже китайские. И вот есть только из необычных. Это Азербайджан. Они стоят аж 800 рублей за килограмм. Будем считать. Вот такая стоимость. 350 рублей за килограмм помидор. Апельсинки из Египта. 160 рублей. Но они, честно говоря, не очень. Качество я прям вижу. Они мягкие. Как будто бы уже подпорченные. Я бы такие не стала брать. И они вот именно здесь, в этом Сембери, все такие. Лимон. 190 рублей. Так, яблочки. Яблочки есть разные, видите. Зеленые, красные. Стоимость примерно 140-150 рублей. Ой, вот это, кстати, я взяла опять какой-то... Посмотрите, мягкое. Оно как будто как губка. Не знаю, может быть здесь нарушены какие-то условия хранения. Хотя нет, вот это нормальное. Очень внимательно выбирать яблочки. Потому что в Сембери какая-то проблема с хранением фруктов и овощей. В общем, вот так. А, еще с той стороны. Так, ну здесь цены примерно такие же. 130-150 рублей. Так, вот, посмотрите, картофель. Он 65 рублей за килограмм. Он уже расфасованный. В принципе, я вот не очень разбираюсь, как его выбирать. Он не мягкий, нормальный. Вполне себе хороший картофель. 65 рублей за килограмм. И лук вот так же опять рядом. 42. Это, вы же так понимаете, фасованный. Да, это вот такой фасованный. Огромный в пакетах. Давайте найдем по одному. Вот лук репчатый из Казахстана. По килограмму. 36 рублей за килограмм. В принципе, тоже более-менее нормальный. Можно найти хороший. Так, молочки. Молочки, конечно, огромное количество. Потом давайте... Так, вот я пробегусь, покажу примерные цены. Это на кефир. Я предпочитаю кефир вот такой. Лазовский. Именно 3-2%. 1% мне не очень нравится. Будем брать его за основу. 98 рублей литр. Так, вот по творогу. Такие цены. Сметану я люблю вот такую. Родимая сторонка. Беру обычную большую пачку. 380 грамм. 15, либо 20%. Так, а вот 20%. Ну... Вот, кстати, маленькие. Но... Вот остальные цены. Посмотрите, творог. Я предпочитаю тоже вот такой. Так, сейчас покажу. Это фермерское подворье. Здесь 300 грамм обезжирин дворог. Стоит 120 рублей. Кстати, подорожал. Раньше он 110 стоил. Может, я давно на цену не смотрела. На последний раз мне бы что-то запомнило 110. Так, это творожный... Типа, как называется? Сырок. Только он, я это понимаю, без шоколада. Просто творог с фруктами. Яйца. Яйца я люблю. Ромашковое поле. Вот такие, с вот этой курочкой. У них самый вкусный яркий желток. В общем, мне они больше всего нравятся. Цена на них 298 рублей за 30 штук. Ну, я вообще на неделю беру 30 штук на двоих. Не знаю, может быть, кто-то не так много ест яиц. Давайте я найду, сколько стоит десяток. А, я еще забыла уточнить, что я беру отборное. Но смотрите, есть еще других категорий. Вот, например, второй категории гораздо дешевле. На 90 рублей получается. Вот этот отборный 238, второй 209. Так, ну, 10 штук я не нашла, но я нашла по 15 штук тоже отборное. 148 рублей. Так, дальше у нас здесь рыбные, рыбные ряды. Вообще, кальмар. Кальмара я не вижу. Ну, может быть, вот ментай тоже, кстати, хорошая рыбка, неплохая. 200 рублей стоит вот такой брусочек 600 грамм. Правильно я понимаю? Да. Сегодня распродажа креветок, каких-то ираков. Ну, я так понимаю, вот эти, которые во льду. Королевский из Уренхольта. Хотя нет, они не во льду, они просто белые, мне так показалось. Ну, лед есть, но немного. Вот, нашла я кальмар. 220 рублей за килограмм. Но он выглядит так страшненько, но это из-за того, что просто вот эта корочка... Ой, кстати, он размороженный. Почему он размороженный? Мягкий. Здесь недостаточная температура, что ли. В общем, нормальный кальмар. Я такой брала, но лучше брать, если он такой же, уже расфасованный. Потому что здесь... А, ну вот он есть, уже расфасованный. 220 рублей стоит столько же. Но здесь как-то посимпатичнее выглядит. Но, да, из-за мороженого лучше. Здесь вот твердый, а здесь почему-то мягкий. В общем, кальмар. 220 рублей килограмм. Это неразделанная тушка. Посмотрите, какая сегодня скидка. Соус японский соевый кунжут для заправки. Это какой? Так, похоже, это он. Но здесь наименование вот так я прям не вижу. Но, наверное, это он. И, я так понимаю, вот срок годности до 22 марта. А не 23-го. Значит, не он. Ладно, в общем. Пока я прохожу, вот можно посмотреть цены на соевый соус. И вот такой еще. Сейчас-таки масленичная неделя. А, сегодня же еще воскресенье. Сегодня же масленица. Смотрите, распродажа блинчиков. Все блинчики по скидочке. Так, я не знаю, стоит ли относить пельмени к необходимому продуктовому набору. Я так думаю, скорее всего, да. В общем, мои любимые пельмени. Вот такие скифы говяжьи. Раньше они стоили, по-моему, 200 рублей. А сейчас сумасшедшая шина. Цена 328. Но это не сейчас изменилось. Уже некоторое время назад потихоньку подрастало. В общем, вот такие я подпочитаю. Но цена сейчас не радует. Вот что точно стоит отнести. К необходимому. Это майонез. Я вот такой оттоки беру. Ну, давайте его и считать. Здесь 500 грамм. Ну, либо еще вот МЖК. Тоже мне нравится. Но он просто как-то менее удобный. В общем, он стоит 250 грамм 64 рубля. А вот большая пачка 500 грамм 116. Так, это мяско охлажденное. Свинина и стейки из говядины. Так, ну вот свиная шейка охлажденная. Это слово мясника. Стоит 470 рублей за килограмм. Здесь как раз по килограмму и расфасовано. Так вот, печень говяжья, может быть, интересно. Замороженная 280 за килограмм. Здесь по скидке. Мне кажется, это скидка каждую неделю здесь. Так, здесь у нас еще замороженное мясо. Так, что здесь есть интересного? На убор для бульона 130 за килограмм. А, это говяжий. Вот какая-то баранина. Мясо есть. Так, в общем, не могу понять, сколько стоит. Найдите, какой ценник от нее. Баранина. А, для плова. Баранина для плова. Здесь такой не вижу. Нашла. Вот баранина для плова. 400 рублей килограмм. Это у нас замороженная говядина. Вот лопатка сегодня по скидке 500 рублей. Вот так она выглядит. В принципе, неплохое мяско. Филей 670. Но здесь какие-то очень толстые прожилки. Вот это, ну, сало же, я так понимаю, жир белое, да? Очень много его. И вот так, смотрите, на каждом куске. Так должно быть? Напишите мне, кто знает. Мне кажется, что нет. А вот еще говядина без костей 440. Тоже по скидке сегодня. Так, дальше мы здесь проходим мимо сыров. Сыр обязательно у нас входит в продуктовую корзину. Так, давайте посмотрим, что есть. Я беру вот такой сыр российский, белорусский. Он стоит 500 рублей за килограмм. Он недорогой, но отличный по вкусу, по качеству. Отлично плавится. В общем... Ой, упал. Вот такой. В общем, нормальные, обычные сыры. Где-то по 500 рублей, по 500-700 можно взять. Здесь уже такие поэлитнее. Вот цены. Так, вот я подошла к какому-то стенду. Это колбасы копченые. И готовое копченое мясо. А, ну это, в общем, элитные копченые, не обычные. А, сыр и копченые. И мяско вот внизу. Но это я не буду считать. Мне кажется, что это не необходимо. Это уже по желанию. Вот, кстати, по хорошей скидке бекончик. Поэтому, ну, просто цены посмотрите. Но добавлять мы это, наверное, не будем. Сливочное масло. Так, ну вот цены, получается, это за какую упаковку? 400 грамм, 180 грамм. Сливочное масло вообще можно брать любое, где в составе только сливки. Но цены, как видите, очень сильно разнятся. В общем, я потом посмотрю, выберу какую-нибудь цену. Такую среднюю. Не самую дешевую. Не самое дорогое. А, это уже не масло. Это спреды маргарины. Масло это только здесь. Сосиски на развес. Вот цены. Пятачок, мне кажется, у нас самые популярные. Самые вкусные были, сколько я их помню. 418 не стоит сейчас за килограмм. Так, ну, совсем без колбаски. Мы, конечно, не будем оставлять нашу корзинку наших людей. Я вот возьму для расчета одну краковскую. Одну копченую и одну вареную. Вот для копченую я выберу краковскую, потому что просто она мне нравится больше всего. И вот на них, вот эти краковские, каждую неделю скидка на разного вида. Вот я хочу показать здесь, сейчас я найду ее, нет. Вот я нашла Надежда. Она сейчас, наверное, без скидки. А вот, да, цена ее, вот, 210 рублей. Это за упаковку 350 грамм. Но она мне показалась самой вкусной, потому что здесь меньше всего жира и очень много мяса. Вот. Так, ну, помимо нее, мне еще нравится Ратимир караковская. Она сейчас вот стоит 230 рублей. Она пожирнее, но тоже неплохая. Дальше у нас курица замороженная. Голени. Вот такие. Кстати, нормальные я брала. Вполне все хорошие голени. Но они часто обломанные. Нужно просто смотреть, чтобы они были целенькие. Пакетики проверять перед покупкой. 250 за килограмм. А вот, кстати, еще дешевле при осколе. Но мне почему-то не нравится при осколе. Ничего, она какая-то вонючая. Я потом, мне так кажется, предпочитаю не брать. Но эта цена тоже за килограмм. Соппродукты тоже их не будем учитывать. А вот еще по распродаже здесь, смотрите, охлажденная. А, это холодильник с охлажденным, я не заметила, подошла. Видимо, срок годности проходит. В общем, сделали большую скидку. Так, вот грудка. Михайловский или что это? А, амурский бройлер. Вполне хорошее. Крылышки 280. Тоже амурский бройлер. Смотрите, они все. Может быть, здесь тег тень падает. Кажется, что синий. На самом деле, нет. Вполне хорошее. И вот голень охлажденная. 340. Ой, здесь какая-то дегустация. Проходит. Это что такое? А вот это печенье Red с конфитюром. Давайте попробуем. Это печенье. Не очень печенье. Оно вяжет рот. Вот это очень сладкое. В общем, один сахар я чувствую. И вот этот сахар, мука и вяжущий вкус. Так, замороженная грудка. 250. В общем, я пока не определилась с курицей, что я буду брать за эталон. Да, когда. Все-таки пока непонятно, что люди, большинство любят. Мне показала цена на грудке и на голени. Там посмотрим. Наверное, я и то, и то посчитаю по килограмму. И, наверное, буду брать замороженные. Как-то они, наверное, больше пользуются популярностью. Вот что еще я люблю. Индейку. Филе бедра индейки. И вот сейчас на поскидке 500 рублей. Но скидка небольшая. Это какой? Я так понимаю, это краснобор, да? Да, это краснобор, но они расфасованы, посмотрите, огромными пачками по 2-2,5 килограмма. Но вообще, конечно, Indy Light лучше всего. Популярный всего. В общем, я часто беру Indy Light. И она сейчас стоит за лоток тоже. Или нет, или за килограмм. А, единица измерения килограмм. Да, за килограмм стоит столько же, 500 рублей. Вот, поэтому ее точно можете брать. Вот, будем считать ее. Так, ну какую-нибудь нужно брать нам, взять вареную колбасу. Какая-нибудь, какая самая популярная. Вот, мне кажется, вот такая говяжья я брала ее как-то по скидке. 270 рублей она сейчас стоит за упаковку 470 грамм. Либо вот молочная, 210 грамм. Цены такие примерно. Так, вот еще капуста. Я не показала, стоит 90 рублей за килограмм. Хорошая капуста. Свекла 55 рублей за килограмм. Так, дальше у нас тут остался последний отдел. Насколько я помню, это крупы. Давайте по макарошкам. Так, вот макфа по 77 рублей. Я беру шабейкинские. Они стоят 75 за 450 грамм. В принципе, они вот какие-то бабочки чуть подороже. Ну, а так примерно вот цена 75 рублей. Так, дальше. Не знаю, люди, наверное, все разные едят. Крупы. Давайте основные покажу. Вот молот, колотый горох. 800 грамм. Стоит 82 рубля упаковка. Манная крупа. Сейчас мы выберем. Вот, наверное, 45 рублей. Это упаковочка 500 грамм. А вот это, кстати, дороже, но она... Здесь 700 грамм больше упаковка. Греча вот в пакетиках. Да, 400 грамм 74. Здесь 5,8 до 400 грамм 90. Но зачем брать в пакетиках? Можно взять... Вот. Обычную на развес. И вот она. Вот самая дешевая. Вот я нашла макфа. Вот так она выглядит. Это же... Да, это не рисунок. Что-то показалось на камеру, что это рисунок. Нормально. Вполне гречка. Не вижу много мусора. Она стоит 800... Вернее, весит 800 грамм. 110 рублей. Ну и есть подороже. За такой же объем. Но здесь чуть больше. Пшено. Вот 800 грамм. Здесь 700. Такие цены. И вот еще. Не знаю. Пшено я не беру. Какое лучше? В принципе, выглядит все примерно одинаково. Перловая крупа. 45. Это упаковка 700 грамм. Вот такая. Есть вот такая прям совсем дешевая. 800 грамм. 38 рублей. Ой, я не то взяла. Это была овсянка. Вот перловая крупа. Ну и овсянка получается 46 рублей. Или нет. 45 рублей. Вот такая. Так, ну здесь какой-то не очень большой выбор. Смотрите. Рис. Ну сейчас я найду длиннозерный. Вот по 90. Рис для плова 127. Но показывает мой опыт, что вес рис, который написан для плова, для плова не подходит абсолютно. Жасмин. Вот такой. А, нет. Жасмин кончился. Да, не осталось. Но 200 рублей он стоил. И вот круглозерный 95. А, вот такой. А пропаренный есть ли здесь? Я вообще беру пропаренный рис, но здесь я не вижу его ни одной фирмы. Пропаренный закончился. Итак, вот я решила свести какую-то таблицу сделать с примерными ценами, стоимостью, чтобы как-то зафиксировать это. Конечно же, я внесла не все продукты, которые покупают люди. Что-то из этого списка люди не берут. Берут что-то другое. Но я примерно оставила такую среднюю корзину. Что берет большинство, как вот я так думаю, не знаю. Я не все из этого беру списка и многое другое, что чего здесь нет, я беру. В общем, вы примерно поняли, что я хочу донести. В общем, по овощам и фруктам, примерно такие самые популярные я тоже написала. И будем брать в итоге, ну не все там, не в килограммах, где-то меньше. То есть, ну, цены примерно вот здесь можно посмотреть. Дальше. Это различные вот яйца, молочные продукты. И вот я взяла недорогие морепродукты. Уже дорогую там какую-то красную рыбу. Ну и то, кстати, можно взять с горбуши недорого. Но ее просто там не было. Вот я взяла такое, то что более-менее недорогое. Кальмар, минтай, там вот. И основные молочные продукты тоже здесь можно увидеть. Дальше мясные продукты и полуфабрикаты мясные изделия. Также я вот взяла самое популярное. Я буду, тут посчитаю уже в конце кое-что возьму. Конечно, столько на неделю никто не берет. Примерно так. Крупы. Крупы тоже здесь более-менее такие популярные. Цена вот здесь за килограмм я пересчитала. Если в других магазинах не будет такой упаковки, мы там потом посмотрим по стоимости средней за килограмм. И вот в итоге что я насчитала. Вот такая получилась у меня корзина. В принципе, вот этого, может быть, там хватит. Где-то еще каких-то других овощей, может быть, взять для салатов. В принципе, я думаю, что вот как бы можно и на это, наверное, прожить. Здесь, смотрите, у меня килограмм, три килограмма, получается, мяса различного. В общем, да, я думаю, что, в принципе, более-менее набор нормальный, даже вполне себе хороший. Ну, смотря на какую семью, да, сколько у вас человек. В общем, получилось вот у меня около 2000, не около, а 2745. Все вот так за этой стоимостью мы закрепим магазин с амбери на данный момент. Напишите мне, какие вы еще бы хотели магазины бы в дальнейшем посмотреть. Я буду стараться как можно чаще эту рубрику проводить, когда будет возможность. И, может быть, какие-то еще продукты убрать, а какие-то добавить. В общем, вот так, друзья. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить мои следующие видео. И всем пока, до следующей встречи.